Писатель-фантаст обязан показать выход из грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества. Я убежден, что уже сегодня можем представить себе, какими путями будет развиваться общество в далеком будущем. Безусловно, события в мире оказали сильное влияние на час быка. Основная идея романа – люди будущего нашей Земли, воспитанные в период высшей формы общества, и контраст между ними и такими же землянами, но сформировавшимися в угнетении и тирании иной планеты. Чтобы построить модель подобного государства, я продолжил будущее те тенденции фашистствующего монополизма, какие зарождаются сейчас в некоторых странах. В исторической науке самое важное – изучение идейных ошибок и неверного направления социальной организации общества. Одна бешеная собака может искусать и подвергнуть смертельной опасности сотни людей. Так и человек с искривленной психологией в силах причинить в добром, ничего не подозревающем окружении, ужасные бедствия. Все продается, дело только в цене. Мораль в зависимости от обстоятельств диктуется свыше. А роман трудный, пойдет ли? Так много вопросов сложных и колючих. Сейчас момент неблагоприятный для умствований на социальную тему, да еще с концепцией инферно. Революция всей жизни на земле, как страшный путь горя и смерти. Инферно означает ад. Его суть – безысходность. Человек попал в двойное инферно – биологическое и социальное. Как может неорганизованная толфа, тем более простонародье, выразить единое и полезное мнение? А что вы подразумеваете под термином простонародье? Не способную к высшей науке часть населения. Используемую для воспроизводства. Используемую для воспроизводства из самых простых работ. Из самых простых работ. У нас нет простонародья, нет толпы и правителей. Законно же лишь желание человечества. Человечество? Что это такое? Население нашей планеты. То есть народ. Но есть же верховный правящий орган. Его нет. Я вижу у вас опасную анархию и сомневаюсь, чтобы общение народа Яньях с вами принесло пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена. Может. Вся планета Торманс из созвездий Рыси превратилась в гигантское пепелище. Пепелище опустошенных душ, силы и достоинства которых растрачены в пустой ненависти, зависти, бессмысленной борьбе. И везде ложь. Ложь стала основой сознания и общественных отношений. Люди становились равнодушными ко всему. Ленивыми циниками. Я знаю, что вы, ваши сподручные. Спокойно примите гипермиллионов жителей вашей планеты. Лишь бы остались жить вы. Какой же вы историк, если не понимаете, что море пустых душ разлилось по планете, выпив, обожрав и стоптав все ее уголки. Как же вы можете говорить о людях, как о мусоре истории? Это ваша правда. А наша... Это ограничение знаний. Ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя, разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. В действиях всех этих владык было непонимание далеких последствий, приводившее к трагическим результатам любой войне по любому поводу. Если уж находиться в инферну, сознавая невозможность выхода из-за длительности процесса, то лишь для того, чтобы помогать его уничтожению, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знания. Иначе какой же смысл в жизни? Я погибла, Гриф. Мой командир. Я вас умоляю. Убеждаю. Приказываю. Не мстите за него. Не совершайте насилия. Нельзя вместо светлой мечты о земле посеять ненависть и ужас народе тормоза. Не помогайте тем, кто пришел убить, изображая наказующего Бога. Самое худшее изобретение человечества. Не делайте напрасными наши жертвы. Слушайте рифты. Улетайте. Домой. Кровью. Сверху. Кровь. Субтитры создавал DimaTorzok